Продолжение следует... Нашим зрителям в Дота ТВ. Да, ну и что ж, поехали по лайнам. OneScore стоит на Рубике почему-то сейчас внизу. В миде Resolution на топе Silent на Doom и Fly на аппарате. И в харде будет стоять Андрей Чпенко, он же маг на Бэтрайдере. Радовать Каспера, правда не тот турнир, но радовать все равно будет. Но мы вам напомним, кстати, что Вилат и Факер комментируют для вас этот матч и следующий матч тоже. Ну и давайте смотреть, затем смогут ли Na'Vi удержаться. Между прочим, 38 тысяч на стриме. Привет, народ. Добрый вечер всем. Я понимаю, что в Дота ТВ, напоминаю, можно эту игру смотреть. Я уверен, что в Дота ТВ нас тоже очень много. В Дота ТВ нас уже более 11 тысяч. Так что подтягивайтесь и зовите своих друзей, потому что здесь у нас все хорошо и матчи будут очень интересные. Да, по крайней мере, этот матч точно должен быть интересный. Следующий тоже. Да, тоже будет интересный. Это факт. Там будет TR-PR. 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 У меня вчера Фенг писал, слушай, а скинь, пожалуйста, скрин, где PR и Альянс. Ага, ты такой, не-не-не, пацаны, не надо. Готовятся к матчу, понятное дело. Кстати, Хвост видно, что с какими-то шмотками, но он без шмоток не отрисуется, потому что они свапались. Опять-таки, напоминаю, бывает такой баг. Нет, у него-то как раз нету шмотки. Если он умрет, у него их не будет. То есть сейчас у него сет Фаника. Но, видимо, вот почему. Фаник сначала взял эту герою. Хвост не хочет умирать. В этой игре. Ну, это понятно. Это понятно. Ну что, давайте смотреть. Звук, опять-таки, у нас мы поднастраиваем. У нас практически ежедневно, кажется, в стриме все хорошо. В Dota TV мы все постоянно будем поднастраивать. Выше, ниже, не переживайте. Опять-таки, новая аппаратура. И поэтому вынуждены чуть не в прямом эфире тестить то, как работает звук. Ну, так что не обессудьте и не бейте очень сильно. И, опять-таки, этот Вилат вообще, он вообще Dota, Minimap, Hero, Size, 850. Вот. А то как без этого вообще играть в Dota можно, я не понимаю. Вот. Теперь сразу стало удобнее. Все такие большие на миникарте. Так прикольно. У тебя такие все маленькие, а у меня такие все большие. А у меня все стандартно всегда. Вот, кстати, смотрю я на то, как качаются оффлейнеры. Мне всегда интересно, кто из них получает больше опыта. Ну, и фаник до сих пор первый левел. А в пабе ты кем больше любишь играть? Я универсальный. Универсальный солдат, да? К вопой в мид хожу только и все, больше никуда. Не, я на любых героях могу играть. Могу играть плохо в основном, но могу. Ну, просто если тебе нравится наблюдать за тем, как бедные оффлейнеры там терпят, может, ты и в пабе очень любишь. Эти знания, подчеркнутые со стримов, скажем так, переносить на игру. Просто интересно все время смотреть, какие саппорты команд отыгрывают лучше, то есть не дают фармить оффлейнерам, а какие хуже или там сам оффлейнер как себе. Ну да, я согласен, это очень, ну, невероятно интересная штука, как играют все-таки оффлейнеры. Потому что это, ну, мид, да, мид, это, так понятное дело, круто. Кэрри, вау, у кого яйца больше, это тоже круто. А вот оффлейнеры, это, конечно, очень интересно. Так, ну и смотришь. 10-3. Чуть выше, чуть больше по Крепстату, Энигма. Ну, на Энигму мы не обращаем внимания, да, изначально. Ну, вот меня больше интересует Сайлент на топе. Понятное дело, что ему никто мешать не будет, но он фармить неплохо. Импейл от Навик. Уроки в среднем выдает 15,8. Станов за игру в Фаник 16, Пупей 17, а Дэнди 22,7. Ну, Дэнди просто реже всех играет на Никсе, поэтому его статистика... Не, ну тут просто такой намек от Скандинава на то, что, как бы, худшему игроку на Найксе дали в этой игре конкретно Найкса. Никс. Никс, конечно же, Никс. Прошу прощения, извините, больше так не буду. Путать Никса с Найксом, это... Ну, это нормально. Ну, и подпуливают сейчас саппорты Эмпайр, уже на второй спаун отводят крипов. Не дают они, конечно же, Фанику пытаться фармить, но третий левел все-таки у Фаника есть и 4 крипа. Но похуже, чем бумага. Вот смотри, забросили его сейчас на хэкграунд и очень неплохо могут поместить. Все-таки уходит от сюда, Фаник замерз. Если бы замерз на хэкграунде вот здесь. Отличная реакция, на самом деле, от Фаника и отличная игра от Ванскора. Я бы, вот, растерялся в таком моменте. А, они же проигроки. Ну, ты же не Фаник, да. Они же проигроки, они зарабатывают деньги. Кстати, Ванскор тут очень плотно так с флаем гоняет Фаника. Я думаю, Фаник на них уже обижается за это. Не дают ему получать дальше экспон. Но, в принципе, у него уже есть третий левел. Скоро будет четвертый. Он ни разу не умирал. Это уже хорошо. Ну, и у Бэтрайдера тоже уже есть почти четвертый левел. Только у него по крипам все получше. Да, уже есть у него четвертый левел. И еще уменьшает он сверху Куроки и Миди. Да, ну что же, в Миди у нас мы видим 13 на 4 Дэнди. У Резолюшина 15 на 5. И Резолюшин, ну, опять-таки, при разнице в два крипа мы не можем говорить о том, что кто-то линию выигрывает или проигрывает. Но Резолюшин стоит неплохо. Маг временем пытался контролить нижнюю руну. Руна появилась на топе, поэтому он не законтролил. Зато инфая есть Резолюшин. И Резолюшин с пустой банкой бежит на топ и забирает руну дабл дэмэджа. А у Дэнди будет вынужден опять-таки обузить свою курицу, которая к нему уже, наверное, раз третий прилетает. И сейчас с пустой банкой на хосте полетит на базу. Насколько же отточены уже вот эти вот мовы и, смотрите, как медленно алиритит. Да, на топе у нас продолжает терпеть фаник. Саппорты продолжают отлично отводить крипов от команды Эмпайр. Ну, а внизу Кроки тоже, в принципе, отводит крипов. А Маг уже с транквилами. Решает он пойти не ботинок, даггер, как это делают зачастую бэтрайдеры, а все-таки пить себе сначала транквилы и 850 голды у него сверху. Это очень неплохо. Да, это очень хороший результат. Да, но мы видим, что фаник на топе на топ-линии 6-1. Крифтат имеет то время, как у мага 21-2. Так, и ловят тут фаника на топе и будут сейчас забирать. Да, это ферсблак. 1-0. Иван Скор, опять-таки с Флайом. Очень вовремя. Слишком далеко был фаник. Ловит его Сайлент и тут без шансов через стан. Кентавра, а, кстати, сейчас будет еще тяжелее, потому что у Сайлента появится 6-й левел, у него появится Дум. А Дум для Тимбера это такая трагедия. Кстати, тут еще и Тавер неплохо попрессует. Фаник прилетает, никого не боясь. Ну, видит, что нету МП у Сайлента, на самом деле, не на один скилл, поэтому он сейчас ничего не сможет сделать фанику. Да и Ван Скор тоже не обладает нужным количеством МП. В любом случае, 1-0. Эмпайр начинает отличную игру. У мага хорошо дела... Ну, кстати, хвост мы видим 5-40, появляется Мидас. На хвоста мы что-то особого внимания не обращали. У хвоста тем временем 36 на 3. У тобой крипстат на карте. Так, у фаника опять проблема, но так замерзает. Ну, он улетит, улетит, улетит. Есть чейн, есть уже в два реактива армора, поэтому довольно просто ему еще и с щитком. Хвост ставит паузу. Регена нет у фаника, у него есть одна веточка, просто одна веточка, он не отрегенится на нужное количество ХП. У него сейчас будут огромные проблемы на линии. Один бобрик. Да. Один тангусик всего лишь. Да. Ну, а хвост покупает Мидас, чтобы все-таки догонять Дум по фарму, потому что мне кажется, что если Дум не собирает Мидас, то это все равно тот же самый Мидас, так сказать. Вот этот Деваур, его скилл, как для обычного героя. Какие-то проблемы у нас. Ну, хвост пишет, что не заряжается, у него стики от мага. И вот сейчас давайте посмотрим. Пишет просто Андрюша про. Сейчас мы попросим, сейчас мы посмотрим, как хвост зарядился. Что-то врет нам Александр. Ври, Саша. Все заряжается отлично. Будет сейчас рассказывать Александр, что не, не в общем. Ну, пишет первый реплей. Там все, давай, хватит со мной общаться. Играй лучше в доту. Бывает такое. Поставил Саша паузу. Сразу начались у него стики заряжаться. Да, посмотрим мы в реплее. Ну и по нотворцу, посмотри, насколько ровно идут эти герои. Нет, нотворцу, нотворцу, я сейчас еще на секунду так тут на мага напали. Чтобы Саша первый вопрос сказал, они что, пофиксили что-то, что ли? То есть, пофиксили что? Что стики не заряжаются от напалмы? Или что тут можно было пофиксить? Ну, этот хвост, то, что надо. Ну, в любом случае, Сашка знает, что делать. Так вот, по нотворцу, отлично идут просто все основные герои команды. Да. И одно и другое. Сильно. Что Doom, что Бонник, что Патма. Ну, видишь, правда, есть разница большая, потому что у мага 2 400 нотворца и 1070 всего у фаника. То есть, вот в этом разница довольно большая, да? Но они как-то больше с Энигмой идут так. Ну да, но Энигма лесная, это лесная Энигма, которую никто никогда не трогает, которая где-то себе в лесу там тусуется, рано или поздно она выйдет и будет вот этим самым череком, который очень сильно будет мешать вам жить. А то она и лесная Энигма, ну, герой просто такой. Как бы я всегда, когда мы комментируем, мы не обращаем особого внимания на членов, на Энигм, на Энчантас, которые, ну, не выходят из лесу, которые стоят в лесу. Но зато потом они приходят с какими-нибудь неками и это вносят. Да, да. Но зато ты знаешь, что там один суппорт, а не два. И ты можешь стоять спокойнее, да? Как это делает в данном конкретном моменте у нас мага. Я думаю, если было бы два суппорта, он бы ушел в лес. А сейчас ты смотри, у него к десятой минуте, у него будет уже, да, Куроки выходит, и мага может цепануть кончиком своего. Закарапассировал, копает. Ну вот сейчас, сейчас, сейчас маг все-таки мансует, есть два телепорта. На мага напали, маг точно умирает, и хороший, хороший, Блэкхолл засосал, еще и Флай, а Флай не успел отменить телепорт, Флай тоже может здесь умереть без манны, он Флай, одна тычка от хвоста залетает, хвост. Хорошо, Флай, бежать, бежать, ай, все-таки умирает здесь Флай, ну, Куроки тоже может убереть, да. Остановился он даже в конце, а, ну, такой руки убрал, все, я не хочу его, нужно убрать. Короче. Что это такое? Да, неплохой был момент, и опять-таки мог Флай отменить телепорт, он не успел. Да, как это сделал Ван Скорн, на самом деле. Более грамотно поступил Иван, потому что зацепили бы троих. Да, и, не, ну, я думаю, кто-то бы точно один выжил, но, а может быть все трое поумирали, кто его знает? Кто его знает? Ну, имеем, что имеем пока. Да, имеем мы Doom восьмого левела, который на топе, кстати, прошу заметить, тоже с Мидасом, и... Ой-ой-ой, как порезал Савин, то еще и Тавр на него переключился, и телепорт сюда кто-то из нами делает. Это Куроки поджигает его тут же, Карапаси, поздновато немножечко, Савнет на развороте. Ну что, Куроки умрет здесь, да? Куроки здесь умрет. 100... Не факт, не факт, нет, не умирает. Да, Doom тикает, 80, еще один тик, 42 хп. Ну, вот Куроки... В любом случае, Куроки вынужден идти на базу, и Тауэр, скорее всего, будет ли падать или нет. Ну, 133 хп, нет денайбл пока. Ну, вот Фанника сейчас отгонит, сейчас залетит еще один фейтбол, подняли к тому же Фанника на стан, стан, и телепорт заставляет делать еще кого-то сюда. Еще Резолюшн сзади подходит, бросает стрелу, не видит этого Фанника, мог не видеть этого Фанника, но... Резолюшн, Старфолл, Фанник умирает, а там тем временем Хвост, Хвост убил Ванскора. И Хвост может тогда... Резолюшн, у Резолюшна нету маны, но у него есть лепестки. Да. Вот это такая обманочка, типа я бегу так, а потом перепрыгиваю через текстурки. А Хвост не может через текстуры прыгать. К сожалению, герой плохой просто. Не, ну если он пойдет по стопам Этернал Энви и соберет себе даггер, то он сможет. Ну, так может делать только Энви, больше никто. Резолюшн. Ииии... Марвуит все-таки он Энвиза и умирает тут же. Ну вот стоило ли? Нет, конечно. Конечно не стоило. Ну или хотя бы не юзал уже в конце концов тогда. Ну да, в итоге получается ни Энвиза, ничего и еще и один фраг лишний у Нави. 4-3 и Нави, кстати, невероятно веселое начало матча и хоть и фрагов не особо там много, да, не 15 фрагов. У нас действительно интересная игра. По деньгам 250 голды ведут Эмпайр, по Экспе уже 3000 Экспе ведут Нави, но это единство. Будут выходить сейчас в смоке троицы из Эмпайр на хвост. Есть Дум, немного ХП, конечно, у Сайлента, но... А даггер есть? Да, есть даггер, но хвост точно умирает. Если успеет. Ну, он успел, конечно, среагировать, но все равно тут без шансов. Поставили с антре вард, даже не понадобился Дум для того, чтобы убить хвоста. Ну и Сашка отправляется первый раз в таверну. Ну, даггер реализован правильно. Теперь Нави знает, что там есть ранний даггер. Нави знает, что Бэтрайдер отыграл просто отлично, потому что у Бэтрайдера 9-й левел сейчас. У Резолюшн тоже в миде 9-й. У Бэтрайдера и пам больше, чем у Резолюшн. Да, да. Бэтрайдер просто шикарная игра от мага. И тут, наверное, надо Касперу сказать, Каспер, молодец. Взял на Дрим Лиге. Первым пиком. Кстати, если мы говорим о Дрим Лиге, ребят, сегодня мы увидим еще раз эти команды, которые будут играть друг с другом. Это будет в рамках Дрим Лиги. Ну вот Эмбер Спирит или это хорошие игроки. 70 игр. КДА 7-4-9. Такой себе КДА. Не самый большой. Сборами нормально. Еще не привыкли просто к этому герою. Да, привыкли. Команду, да. Тавер. Смотрите, здесь глип. Я смотрю, как на топе за Тавер сейчас Фанни вместе с магом дерутся. И что? Фанник пытается денайть. Маг прилетел. И Фанник... Ах, все-таки забралось. Здесь мы видим Сич Крип. Да, и пошел Фанник. Здесь тем временем поймали Куроки. Точнее, поймали Флая. Но Флай в итоге убил Куроки. Флайк еще интуит. Но сам Станни стоит. Культ улетел непонятно куда. Здесь Резолюшн убивает Пупея. И с Ванскором, который украл Флэнгвард. Резолюшн 2 в 1. Два саппорта размен на одного саппорта. Это опять-таки в пользу команды ПАРТЕНДИ! Ух, ух, эта стрела. Да, она прям под носом проленела. Отлично, конечно, сейчас играли ребята из Эмпайр. Ну и Навин надо задуматься насчет того, чтобы заходить за Тавера. Потому что Куроки уже второй раз умирает за Тавером. Да. Ну и Фукси в этот раз. Смотри, Куро в Вендетте. И сейчас будет бить Резолюшн. Резолюшн без маны. Нет, с маной все-таки на лип. Тут же хвост. Раз, два и минус Резолюшн. Без маны уже. А Дэнди в миде от мага умирает. Что, опять через лассо? Да. Опять через лассо. Мага... И у мага скоро уже... Ставчик. Кстати, да. Двина-тринадцатая минута. У него на пятнадцатую он будет. Это невероятно много. Это как-то... Это как-то очень круто. Ну, кстати, в миде Дэнди убили не без помощи Дума. Потому что мы видим, что Сайлент засадил также Дум свой в Дэнди Мона. И... У мага на Творс больше, чем у Дэнди на тысячу. Просто фантастик. Да. У Пея проигрывает, кстати, он у Резолюшна, который, несмотря на две своих смерти, имеет отличный на Творс. Тоже, кстати, удивительно. У него уже барабаны. Пока единственный, кто пытается держать эту марку, это Хвост, который пытается хоть как-то догнать Думу, но со временем у него все будет сложнее и сложнее это получаться. Потому что Дума намного лучше перспективы для фарма. Ну, это да. Но у Хвоста, если он приобретет довольно быстро Резолюшн, миди проседает очистильный Резолюшн, липается здесь Уптимайт, Дэнди за Резолюшном до конца. У Резолюшн огромные траблы, как же Ванскор своевременно прилетает, Дэнди вынужден отсюда уходить. Ну, Ванскор, красавчик, пупей по двоим, Блэхоу, проблема у Флай, стрела пролетает мимо, там Флеймбрейк. Какой пролетел один Флай, только умер, залетает маг, попадает в Карапаси. Ну и что, хоть кого-то здесь убьют, ребята, из Эмпайры, нет, Ванскор до конца, Сайлент ворвался тоже здесь и никого не могут убить. Просто никого в куроке, копает у нас Ванскор, и Ванскор тоже, скорее всего, умирает. Ванскор умирает, но Сайлент сделал уже даблкил, Сайлент с магом до конца, минус куроке, 3 в 2, размен, боже, какое мясище. Здесь Дэнди в драке, стрела пролетает мимо, Дэнди, Дэнди хочет убить Сайлента, продолжаем наблюдать за этой дракой. Полетал, полетал. А, Сайлент обманул немножко. Это непонятно, еще кто кого обманул здесь. Бааа, трэш, конечно. Ух. Очень, очень классный тимфайт сейчас был. Я вот смотрел, как уходил из замеса Resolution, вот одной тычки ему не хватило, он провязал стики, и благодаря этому выжил, потому что так бы дотикал Орчет, и у него были бы огромные проблемы. Ну, пока мы видим, что Импарус все-таки смотрится поувереннее. И Doom не был потрачен за месси. Он не знал, в кого его бросить, но чтобы... У него МП не было. А, у него МП не было? А, у него до сих пор нету, да. Да. 100. Потратил все, что можно было там. Ван Скор, конечно, наверное, жалеет о том, что украл он уникса какой-то спелл, вместо того, чтобы украсть Блэк Хоу, потому что там Мак очень хорошо откинул Энигму, и если бы Ванька быстро сообразил, была бы у него ульта, он бы мог спокойно забрать этот спелл. Ну, опять-таки, отмечаем, как сыграл Мак, как он своевременно дал флеймбрейкс и разбросал. Да, все сыграли отлично, по-моему, от команды Импар, очень хорошие и слаженные действия, правильные. Смотри. Ух, как отреагировал здесь очень четко. Пупей просто-напросто прыгает Мак, и Пупей в ту же секунду дабл-блинк на базу, и Пупей уходит от Мага. Круть. Блин, эта игра мне начинает очень нравиться. Пупей играет вот через ту и Нигу, которая мне нравится. Вот флайк, кстати, на топ сейчас умрет. Вот-вот, спалился, и выбегает хвост. Тут же и Фаник, есть сразу телепорт, но... Но, и Сотри, еще и копнули, еще можно убивать Ванскор, а как он хорошо все сделали, и Ванскор пытается жить. Он в сайленсе, и одна плюшка долетает, Ванскор тоже умирает. Минус два от Нави. Фаник делает дабл-кил, это очень важно, и два фрага. Ну, вот-вот, и еще и плюс тавер для команды Нави. Да, поспешили немножечко ребята из Эмпар в этом моменте. Ну, и хорошая игра теперь можно отметить от команды Нави. Так вот, по поводу Энигмы, очень мне нравится вот эта вот агрессивная. Мидия, Смотри, Дэнди поймали, Дэнди убили. Да, через, конечно, через Дум, не сможет он дружить. Так вот, по поводу Энигмы, продолжай. Да, по поводу... Тут сейчас влетает, ой, попадает. По поводу Энигмы, мне очень нравится Энигма, которая не собирает Меку, которая собирает Даггер, становится такой агрессивной, очень Энигмой. Потому что в замесе, если ты собираешь Меку, тебе надо очень много прожимать. Тебе надо прожимать Блэкхол, при этом прожимать Меку. Как-то до этого, да? Потому что во время Блэкхола Меку не нажмешь особо. И, в общем... А тут ты запрыгнул, удивил врага, и сделал минус пять. Ну вот, запрыгнул Пупей, удивляет врага. Сайверт на развороте стан, феймгу... Просто Мак, вот реально красавчик. Да, Андрей Прэй просто. Просто, вот реально, Мак, прям, действительно Прэй. Этого откинул, этого форстаф, но не благодарите, ребят. Я делаю все за вас. Вот насколько меняется, да, игрок? Вот мы говорили с Каспером, опять-таки, по поводу его форстафика, и он говорит, что... Вы не шарите. Вы, ребят, вообще не шарите, что... Мы с вами пообщаемся в Сиэтле где-то в августе, там, да? На тему умеет Мак играть в доту или нет? Очень мы, конечно, надеемся. И Мак сейчас показывает, что он тоже надеется. Нет, ну то, что сейчас показывает Empire, это извините явно уровень интернешнла. На топе, Resolution, копнули. Тут же Дэнди распрыгался, Resolution, и липается и умирает в воздухе. Прямо Resolution, мало хп у Resolution, собирает он практически уже Яшу. И хп не прибавится от того, что он Яшу соберет. Ну да, совсем чуть-чуть. А здесь Шива появляется, готовая Шива у Дума, 17-ая минута. У Сайлота с фармом все мега отлично. На 2000 перегибанных ворсу. Ну, 100-2 06. Да. Хорошая у него статистика. Хрос, кстати, 1000 голды, криты, я думаю, какие-то там будут собирать. Да, и с этим Думом надо что-то придумывать, потому что мы все прекрасно помним того же Дума от Иллидана, когда там та же команда Virtus.pro вчетвером отдается, отдается, отдается. Потом выходит Дум и начинает просто бить лица. Всем и вся. Мне тут принесли подарок. PRB принес вещи, которые вообще... Спасибо огромное. Я теперь все. Я теперь... Камеры у нас нет, я бы вам показал, но я вам не покажу, что мне подогнали. Мне подогнали. Так, тут Флая убили. Нави убили Флая. И Нави убивают Флая. Да, и Нави убивают Флая. Очень в тему это все получилось. Да, мне тут погнали Пайпу команды Нави. Хвоста. Миди поймали, подожгли. Тут же Шива. Ну и на хвоста четверо набросились еще и Макс Форстафа с блинка. Ну просто нифиг Андрея Бондаренко убивать, тут сразу месть. Виндетта. Согласен. Так, Денги, Денги залетел сюда в толпу. Рядом же Фаник. Сайлент пошел до конца. Сайлент понимает, что не очень много армора можно реализовывать. Куроки. Крапассировал Мага. Копнул Сайлента. Здесь же Папи. Папи. Есть у Пупе и Блэкхол. Может он прыгнет. Не знает на кого Сайлента здесь убили без Блэкхола. Сайлент, почему же он один остался? Утимей залетает в одного Денги. И Наверное, Эмпайр надо уходить отсюда, потому что... Да ладно. Куроки. Крапассирует выстрел. Фаник поймал стрелу, но его не могут бить. Денги распрыгался по всем. И Флайт тоже умирает. Ну вот что делает Эмпайр? Вот сейчас Эмпайр очень много наошибались. Тут же и Маг. Маг пытается догнать Фаника. Фаника он убивает. Денди запрыгал толпой. Резолюшн огромные траплы. Резолюшн тоже умирает. Стрелу дал в Пупе. Эмпайр. Эмпайр очень-очень глупая драка для них. Поймали Мага на Крапассе. Здесь же Пупей. Маг здесь точно умеряет. Это минус мега килл. Это пять подряд фрагов от команды Нави. Да. Вот так вот. Очень сумбурный файт со стороны Эмпайр. Я не понимаю, почему Сайлент не увидел Сентри Варда. Вроде было бы поставлено два Сентри Варда. Один со стороны Эмпайра, один со стороны Нави. Причем на одной и той же точке. Но Сайлент, видимо, этого не обратил внимания. Но это их просто уходил под ним. И в итоге получил. Да. Сайлента действительно убили абсолютно без толку для команды Эмпайра. В итоге имперцы здесь, конечно, потеряли невероятно много в этой драке. Да, вот мы видим, как без Сайлента, просто без одного героя, просто теряется вся команда. Ничего не могут они сделать без Думы, который впитывает. И видишь, еще и начинаются ошибки в том, что они пытаются что-то сделать. Но не надо этого делать. У вас все плохо. Просто тут залетела стрела. Тут еще что-то. И кажется, что мы можем, а мы можем. А тут раз. А у ребят-то тоже что-то есть у противника. 5 тысяч экспы и 3 тысячи голды проиграли за драку Эмпайры. Нави уже впереди по одному и по второму параметру. Причем по экспириенсу Нави далеко впереди сейчас. Да, по экспириенсу действительно за пятерку. 7 тысяч голды. 7 тысяч экспы, извините, почти. 7 тысяч экспы. Это, ну на самом деле, 1-2 тимфайта, все решает. Ну 1-2 тимфайта, они сейчас сорвали стрики, которые, ну, можно было не отдавать. Они их посрывали, и это, конечно, печально. Так, Флай ходит под Вардом, его сейчас будут ловить. Да, это, скорее всего, минус Андрей. Ну вот, он там пытается еще как-то убежать. И, кстати, может быть, убежит. А почему хвост Сайлос не повешал? Потому что хвост не захотел убивать. Да, странное решение сейчас от Александра. Арл, Арл залетает в крипа. Ну и здесь Пупи вместе с Игдалонами забирает Тауэр. Кстати, параллельно снизу забрали Тауэр ребята из Империи. Ну и что, ждем следующую драку. 16 трин. Игра, конечно, вау. Да, а гниво еще то. Они очень достойны друг друга эти команды. Да. Ванскор. В Инвизия. Ванскор украл. Украл Стритон Вок у хвоста. Да, еще в прошлом замесе он это сделал. Ну мы видим, что СН3 стоят от Куру. Все более-менее нормально, продумано. Ну и мы АБКБ собирает тем временем Бомфлетчер. Мне интересно, в какой это им пойдет Резолюшн. У него вроде есть Яша, тысяча голды на руках, но этого недостаточно для Патмы. На 22-й минуте, чтобы выживать. Может быть. Даггер, кстати, купил тем временем Куру. Но Резолюшн, ну, тут вот сейчас хоть есть уже скорость, есть дэмэдж, да, надо действительно подумать как-то про выживаем. Но хотя есть барабаны, 1100 что-то еще купишь здесь на выживаем. Ну не знаю, либо доделывать манту, либо переходить сразу в БКБ, то есть тут... Ну тут, наверное, надо делать манту. Возможно. Кстати, у Дэнди тем... Не, мы видим дезолятор на подходе, и вот это уже серьезно. Потому что Дэнди полетал по всем, просто вошел туда хвост и перестрелял все, что осталось. Да, количество ДПС во время Блэкхола просто будет зашкаливать. Да, я себе просто представить не могу, как это будет выглядеть, если в Блэкхол засосет, не знаю, двоих или троих. Это же, ой-ой-ой, как больно будет. Ну, 3000 уже на руках у Сайлента. Вот смотрел я на него буквально минуту назад, у него было 2000, и вот откуда ни возьмись, еще один косарь. Идет он на БКБ. БКБ у него будет уже... Вот только рецепт осталось докупить. 600 голды ему, 650. Ну вот БКБ... Да, БКБ, конечно, немножечко поменяет. Вот наличие даже двух БКБ. Ну, двух не будет. Одно, а второе бумагу не помешало бы очень сильно. Ой-ой-ой, здесь, кстати, очень хорошо нас такали, и я не обращал на это внимания. И Дэнди сейчас зафармит это дело вместе с Фаником. По поводу БКБ у героя Вэппайр, по этому делу еще довольно долго всем. Ну, магу ближе всех, конечно, но опять-таки это еще 2200 голды. Где их найти, не совсем понятно. Да, и теперь команды ходят уже исключительно вместе, стараются не фармить по отдельности. То есть, если даже выходят на линию Пупея, то уже рядом на эншетах стоит вся остальная команда. То же самое делают, в принципе, и ребята из Empire. Вот Doom фармит, в то время как Resolution и Offline формят эншентов. Ну и необходимая голда сейчас идет в карман к Роману Resolution. Ну, мы видим, что здесь Silent временем дофармливает все, что ему надо. Прилетает ему уже готовый Black King Bar. Есть немножечко голды сверху. Ну что, может на Рошане хотят подраться? Ну, правда, на Рошане против Энигмы. Да. Ох, а там еще и Пайп появился. В узком проходе, конечно, на Ави посильнее будут, чем у ребята из Empire. Хотя, если грамотно сворованный Black Hole, все-таки есть возможность своровать. Ну, Black Hole еще надо своровать. Дать его намного проще, чем своровать. То есть, стоит СМ3, увидели мага, и маг понимает, что что-то здесь не так. Надо отсюда убегать, и убегает. Ну все, вокруг Рошана начались качели. Маг, маг, маг стоит в арт, улетает отсюда. Куро. Уже ли погоня будет до конца? Там БКБ, кто-то прожал. БКБ прожимает Сайлен в спину. Ладенди забегает, и Дэнди умирает без шанса просто. А маг цепляет в атаку. Куда же ты его везешь, маг? Куда ты его увез? Его же бить здесь не смогут. Маг неправильно сейчас делает. И тут в итоге Сайленд дерется против двоих. Сайленд, смотри, как больно он делает Фанику. Фаник. 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 Идва живой. И Фаник здесь умирает тоже. И это минус 3. Пупей пытается убежать здесь от Резолюшина. И умирает тоже. Это минус 4 от Эмпайр. Вот это. Да. Да, вот это драка. И она еще не заканчивается. Нет, все-таки. Хвост выживает. Хвост бы развернулся, кстати, убил бы этого Рубика. А ну там Гост. Забрали, кстати, гем, ребята, из Эмпайра. Сейчас он у Флая. То есть был гем у Куроки. Он передал Флай кому-то. Магу-магу он передал. Ну и что можно сказать? Нави очень рассчитывали на то, что будет драка вот на Рошане. Или хотя бы герои зайдут здесь, Эмпайр. Но они никак не ожидали, что герои зайдут вот отсюда. Да, и герои в итоге забегают просто-напросто снизу. В то время как здесь байтит маг. Криминальная драка от Эмперии. Просто феноменальная. Ну и Сайлент, который убивает Тенди. И еще и стрела в Денди прилетает. Мне кажется, что если бы Нави не полезли, то Эмпайр бы обошли вот так вот их. Вполне возможно. Вполне возможно, чтобы действительно Эмпайр бы пошли по Куроку. У Эмпайр здесь был очень четкий план. И он был настолько четко выполнен, что вау. Вот действительно аплодисменты. Это как надо. Ну и давайте посмотрим графики, как они поменялись. Вот так вот. Две с половиной тысячи голды было. Осталось пятьсот голды. По экспе было семь пятьсот. Осталось две пятьсот. Вот переворачивает Эмпайр эту игру. Ну, в принципе, то, что ты говорил. Одна-две драки и все будет нормально. Здесь пока одна драка. Посмотрим, что будет дальше. Потому что дальше будет интереснее и интереснее. Да, у Дума уже две тысячи на руку. Куроку. Куроку. Курокай. Куроку не стал. Сколько? Мы пытались зацепить Мага, но не поняли до сих пор у Нави, что это не по шансам, в принципе, цеплять Мага в этой игре у меня за 26 минут. И вот в 6-24 Маг по-прежнему отыгрывает шикарно. И у Мага, кстати, появится БКБ через четыреста голды. А БКБ у Мага четыреста голды, это же вы понимаете. Это плевать на Карапасе, это плевать на много чего. И учитывая Дума, это фактически два героя, выключенных из драки. И не важно, есть у них БКБ или нет у них этого самого БКБ. Вот я смотрю по айтемам у команды Нави, прикупают себе все-таки Дэнди Дезолятор. Есть у Никса, у Клинса есть БКБ. То есть я прошелся по ключевым айтемам, очень плохие дела у Фанника. У него есть только Бладстоун и Трвала. Причем 5 зарядов на Бладстоуне. 5 зарядов. Он умер в прошлом замесе и... И все печально, да. Не убил никого. У Пайп есть у Энигмы. Насколько правильный этот айтем... В прошлой драке он ее нажал, но нажал этот он Пайп, конечно, но толку... Ты смотри, хвост с блинком, да, хвост с блинком. БКБ, наверное, было бы более суперрационное решение. Не, ну видишь, тут против Оперейшена, да, против Дума, против Бэтрайдера, действительно, Пайп это мастхэп. Да, это хороший, да, это хороший. Но я думаю, сначала БКБ, а потом Пайп. Вот Даггеру хвостаем и понимаем, что Тернал Энви, бла-бла-бла, выиграли МЛГ. Но... Бла-бла-бла, в том-то дело. Что надо быть в Тернал Энви? Ну, посмотрим, знаешь, что-то знает, Сашка. Ну, Тернал Энви, кстати, после МЛГ не особо много чего выиграл. Ну, вообще, да, точнее, ничего. Ну, кстати, Клауд Найн скоро дебютирует у нас на Старладере. Если не ошибаюсь, завтра, но я могу ошибаться по расписанию, я точно не помню расписание. Напомню, что Клауд Найн выбрали... Выбрали... А, нет, не завтра, но где-то попозже, послезавтра, да. Выбрали себе право играть на европейской части Старладера. То есть у нас никто никого не заставляет. Мы дали возможность выбора и выбрали не европейскую часть. Почти, почти, маг БКБ, Дэнди цепанул. Если Дэнди убьют сейчас без Дума, это будет... Дэнди убили без Дума. Хвост, а Хвост в Думе. У Хвоста огромные траблы, Хвост не успевает, ничего сделал, Хвост тоже умирает. Куроки, Куроки очень сильно горит. Куроки его здесь видят, и минус Куроки. В размен на одного Флая, три фрага, еще и погоня здесь за Папи. Отличное, отличное действие со стороны Энпайр, просто... Смотри, Резолюшн вообще бешеный. Залетел. Оп. Тут, понимаешь, и не скажешь же, что Нави плохо играет. Тут ключевым моментом был то, что вот прыгает маг, и от него Энигма отпрыгивает. То есть в замес она уже войти с блокболу, с блинка не может. И поэтому ребята, даже несмотря на то, что достаточно скучковались, так сказать, из Эмпайр, то есть они не боялись. Да, Энигме надо было идти туда пешком, а если ты пойдешь пешком, ты получишь Дум. Или еще... Ну то есть, не, Пупей там подошел, но уже к тому моменту, когда... Ну вот Пупей сейчас готов прыгать, смотри, Пупей готов прыгать. Ну а Байбеков-то нету. Не делается, и смысл в том, что он прыгает. Ну вот, в итоге, в итоге Пупей делает Блэкхолл. Хороший, кстати, Блэкхолл, но убили уже Фанника, и он тут один. Все, и еще минус 2 и минус 2. Иван Хор украл Блэкхолл. Это все, следующий замес. Ванька прыгает. И покупает Даггер, как играет Эмпайр вообще. Я глазам своим не верю, насколько охренительно играет имперцы. Там тем временем цепанули у нас Дэнди. По Т4, Мак цепляет Дэнди, он умрет здесь за это, лол. Да, это уже заигрался немножечко. И нужно убегать в анскор, и у него есть Блэкхолл, он не хочет его терять. Типаут! Типаут! Хвост, ай, все, минус. Хотя есть стрела, хвост Дэнди до конца. Блинк! Ванька живет. Ванька живет. Я получаю невероятное эстетическое удовлетворение от просмотра этого матча. Не знаю, как вы. Я просто представляю, что было сейчас в конфе. У меня Блэкхолл, у меня Блэкхолл. Рома, иди, умирай, умирай, дай мне выжить. Спасите меня, всякого. Сейв со Смбади. Так, ну здесь Флай, походу, приплыл. Хотя, успеет. Нечем сбить, нечем сбить его. Хотя его, ну, Мекку купил еще перед смертью, но... Перед ожидаемой смертью. Но все-таки на базу летел. 30 минут игры за нами. Кстати, тем временем, 4000 голды ведут Empire по XP. 3500 XP ведут Empire. Гем купил, мы видим, ванскор. Выложил тут же, говорит, не мое это дело носить тот гем. А Гераса летит в Сайленту. Вот, это вот сильная. Да, Сайлент не изменяет своим традициям. Продолжает, он одинаковый скилл, айтем билд на Дума делает. Так, купей, Мидя, на Сайлента. Сайлент БКБ, Шива, бежать, чтобы не догнали. И тут же ульта пара ищена в защиту. И на развороте, ванскор по троим, Блэкхолл и по четверым. Точнее, Куроки прислал, где же были все остальные, какой Блэкхолл от Вани. В итоге, минус один, минус два. Паник едва живой, пытается улететь отсюда. Уже минус три. Паника поймали в лассо. Паник здесь тоже умрет. Минус четыре, минус пять. Empire. ГГВП. О, мой бог, что он сейчас сделал? Мы сидим, держимся за головы. Это какая-то добанная фантастика. Вау, я хочу видеть чат через две минуты, что будет происходить везде. Это просто ОМГИ, ВТФИ. Это просто Чикен Макнаггетс, Импосибл.